Добрый день! И мы с вами находимся в недельной главе Вайкра. Мы начали новую книгу с одноименным названием Вайкра. Она практически вся говорит о служении коинов в Мешкане, в переносном храме, а потом и в храме в Иерусалиме. И основой службы коинов было принесение карбонота. Стандартный перевод – принесение жертв или жертвоприношение. Им и посвящена книга Вайкра – целая книга Торы о карбонот. О законах карбонот. Отсюда нужно сделать простой логический вывод, что Всевышний, который целую книгу посвятил карбонот, уделяет им огромное значение. И Тора дана еврейскому народу на все времена. Она наставление, она написана для каждого из нас, живущего сегодня. И как мы говорили в прошлой беседе о том, какая связь храма с нашим телом, и что в связи с этим можно себе представить огромное мистическое влияние, которое храм оказывал на каждого из нас, и трагедию отсутствия этого влияния, подобно тому и карбонот. Мы всю книгу будем изучать эти карбоноты, нужно всегда держать в уме огромное влияние, которое оказывает карбонот, как главный элемент службы в храме, на нашу жизнь и в целом на весь мир. И важно каждый раз вспоминать слова Шимона Праведника, последнего мудреца Великого Собрания, они приведены в Мишне Перкеевод. Он сказал, мир держится на трех вещах. На торе, на службе в храме и на добрых бескорыстных делах. На службе в храме, а то есть на карбонот, для четкости вашего понимания, то есть еще раз, это приду русскоязычную версию, на жертвоприношении держится мир. И это, наверное, будет многим удивительно. Основа карбонот – это тшува, искреннее раскаяние. И это объясняет то, что мир держит сейчас, когда храма нет, вместо карбонот. И это то, что связывает всю книгу Ваекра с нашими днями, нашей жизнью сегодня. Мудрецы постановили, что в то время, когда храма нет, вместо карбонот будут молитвы. Наши молитвы, ведущие к раскаянию, держат мир наш сегодня и, конечно, с торой вместе и с добрыми делами. Обратите на это внимание. Молитва имеет эту внутреннюю силу. И это важно. И как в каждой из глав Торы, так и в главах, которые регламентируют для нас законный карбонот, мы учим много интереснейших, важных для наших взаимоотношений с Богом вещей, а значит, для нашей жизни. На каждую из глав есть уже несколько, два моих видео, видеобеседы, в котором на моем YouTube-канале шло молившица Тора в поисках смысла. И я рекомендую смотреть всегда на один год и на один год дальше, на два года дальше. И в этот раз я хотел поделиться комментариями Рамбана, Раби Мойша Нахмана, номер в 1270 году, одного из ведущих комментаторов Хумаши Хумаша, и также будут объяснения на его комментариях. Обращает внимание Рамбан, что сказано в нашей главе Ваекра в самом начале. «Обратись к сынам Израиля, говорит Бог Маше, и скажи им, если кто-нибудь из вас захочет принести жертву Богу, то пусть принесет жертву из скота крупного и мелкого. Если жертва всесожжения будет из крупного скота, то пусть этот человек принесет жертву самца без порока». Самца обращает наше внимание Рамбан. И в следующем отрывке, на который он обращает наше внимание, сказано, также я зачитаю, «Если приношение мирная жертва, самец или самка из крупного скота следует принести в жертву Богу без порока». И Рамбан обращает наше внимание, что здесь мирная жертва связана с самцом и самкой уже. И третья жертва, которая говорится в нашей, Корбан, которая говорится в нашей недельной главе, говорит, «Если кто-нибудь из народа согрешит, нарушив по ошибке одну из запрещающих заповедей Бога, и окажется виновной, и когда он узнает, что согрешил, пусть приведет самку, как жертву за совершенный им грех, козу без порока». Итого у нас есть с самого начала самец – это жертва всесожжения, мирная жертва – это либо самец, либо самка, и грехочистительная – это самка. И в Торе нет информации просто так каких-то сопадений. Во всем есть глубокий смысл, заложенный высшим разумом, всевышним. Иногда его нам открывают мудрецы, а иногда этот смысл для них, а соответственно и для нас, остается скрыт. Давайте посмотрим, что интересного открывает нам Рамбан, нам в поисках ответа на эти вопросы. И объясняет Рамбан, что это связано с предназначением каждой из жертв. Смысл жертвоприношения «Ола» выражен в названии «возвышение», «вознесение», хотя называется «все сожжения», потому что она полностью просто сжигается. Но смысл заложен в ее названии «Ола» – это «возвышение», «вознесение». В Святой книге Зор, Кроневой книге Кобылы, объяснено, что мужской аспект мироздания возвышается над женским. Мужской аспект связан с мышлением, а женский – с сердцем, которое подчинено влиянию мысли. И жертва всесожжения, возвышаясь, искупает именно греховные мысли. А для усиления работы именно с мужским началом в жертву «Ола» приносится именно самец. На предназначение мирной жертвы шламим указывают такие строки Торы, как «всякое желание он исполнит», «яшлим» исполнит, завершит, сделает цельными. И камни цельные шламут. По словам знатоков сокровенного учения, мирные жертвы шламим призваны примирить две противоположные противоположности – меру милосердия и меру суда, объединить их в единое целое. И Рамбам приводит два примера из пророка Ишаягу, из книги Дворим. Два разных значения слова «шалом» – «мир», образованное от корня «шил» и «мы» – это «восполнять» или «делать цельным», которое, по сути, имеет одно и то же значение – полный, цельный. Две противоположности, которые нужно объединить в одно целое – мера суда и миломеросердия. Это как раз и есть мужское и женское начало. Мера суда – это женское начало, и миломеросердия – это мужское начало. Это что и объясняет принесение самца и самку в мирной жертве. А грехочистительная жертва, хатат, связана с искупительным даром, подобно как приношение, подобно тому, как сказано о проце Якова в его словах, что он навстречу, когда идет с Исаумом, вначале, он говорит, расположу его к себе подарками, что посланы передо мной, потом уже встречусь с ним и, надеюсь, он меня простит. То есть это, говорит Рамбан, я уже на это намекал, вот там, комментируя эти слова Якова, когда Яков, говорит Рамбан, встал перед необходимостью сойти в Египет, он понимал, что для него и его потовкам начинается период изгнания, и в страхе перед предстоящим испытанием он принес многочисленные жертвы грозному богу своего отца Ицхака, моля, чтобы творец не подходил к его поступкам с мерой суда, медат один. А мера суда и качество гвура соответствуют женскому началу, как мы сказали, то есть только что выше, и отсюда в грехочистительной жертве, в хатат, приносится самка. Как мы видим, все системно, структурно, все взаимосвязано, продумано и учтено высшим разумом, то есть Всевышним. И как понятно, не только тут в Карбонот, везде все мироздание, это четкая, отлаженная структура, и человек в ней играет главную роль, он партнер Всевышнего, он главное связующее звено, Всевышний Машпия, посылающий свое влияние. А человек, мы каблим, принимающий влияние Всевышнего. И этот базис, вокруг которого и для которого создано все его, все вокруг крутится. И кто еще остается в иллюзии, что можно как-то жить вне законов мироздания, вне этой системы, вне этих взаимосвязей, тот глубоко заблуждается, ошибается. Тот, кто думает, что все вокруг подчинено законам, установленным Всевышним, а это его, это как-то может миновать, его это не касается, ну, глубоко заблуждается. Я хочу пожелать брахавы от слаха, благословения и успеха в достижении правильного этого понимания устройства и управления этим миром, и быстрейших действий по приведению в соответствии с ними своей жизни. И, конечно, остаемся и дальше в поисках смысла. Продолжение следует...